Мы знаем этой сегодняшней лекцией. Кроме того, что вы реактуетесь до историко-культурных менеджеров, это поздравить вас мифом об том, что у нас ничего не ма. Но основное – а что для действий? Ничего ваше не ма. Ну, это таки миф, який, верно, эмоционно в нашем асароте беларусов под корк уже давно убился. Это начинается еще с неких часов 1800, там, не веду кольки, что Беларусь. А потом он истотно поширался еще нашими поэтами, письменниками, то же самое «Купала», «Колос», «Ай, бедная», «Городная наша земелька», «Песок», «Я мужик беларусь», «Пансахи и косы», «Колтун» в волосах такие вот стоять. То есть, на самом деле, это все не так. На самом деле, у нас великая и богатая спадщина, и история, и она ци забытая, ци штучная, просто примусовая забытая, забываемая. И для чего это может привести, зараз Донецк, Луганск показывают. То есть, когда человека позбавить памяти исторической памяти, то он не отразумевает свою страну, в которой живет. Так вот, я бы хотел вас позбавить такой иллюзии. Нет, у нас великий шмат шагой, есть что-то поглядеть. Ну, давайте одразу. Кутенька, Витебск. Витебске я не буду крынать, потому что это, ну, можно и Витебск, а это не моя тема. И сегодня я хотел бы вам показать, что такое Витебский район. Один только Витебский район. А, вот она была. Так, значит, что такое историка культурной каштовности спечатку? Историка культурной каштовности по новым нашим законодавстве – это материальные и нематериальные объекты, предметы духовной спадщины, какие там можно выучить некоторые категории. Вот одна из категорий, например, это помники архитектуры. И помники архитектуры, она, в свою очередь, тоже спаделяется. Помники культового отбудования, помники археологии, есть джорды, памятное место, историческое и так далее. Есть певная проблема у классификации, потому что на протягу некоторых десятков годов, которые уже исняют наши державы, они были трошку менялись. Но я буду притрымливаться такого классичного, в случае среднего международного закона 2008 года и тем, что было. Почему такая разница? Потому что, на жаль, по тем законам, которые были сделаны у нас по 2008 году, и тем, каким был, вельми истокная разница в количестве объектов. Может, я уже только сяду, но я вижу, что тут невеликая количество объектов. Я хочу еще. Справа в том, что есть такая библия любого человека, который занимается историко-культурной спадочиной, это сбор памятников историко-культуры Беларуси. Вы видите, толстая такая книжка на Кожаную область, на город Минск, на два тамы. И вот у им, в этом томе, который присвечен в Витебщине, там где-то 2800 объектов. Это, на жаль, в большинстве, подавляющее, где-то 70%, это поминки войны. Другое светое, даже в правильной Великой Отечественной войне. Другое светое там нет. Но все ровно, не глядя на это, не знаю, сколько объектов, которые сейчас не включены. Это сядибы, это церквы, это костелы, все они были включены. После того, как был принят закон 2008 года, отбылся перезагрузка. Что бывает, когда перезагрузка? А, когда формацируется. Через тело? Уже есть черный экран, да. Так вот, фактично, у нас отнимался черный экран. У нас по новому закону у список историко-культурных каштонностей вынесены только, помните, Великой Отечественной войне и археологию. Все. Есть редкие выключения, какие-то там важные церкви или костелы. У костела нет, но надо до абсурда доходить. Вот, введите все с Певский собор, так, он не только однородный. И он, в Великой Отечественной войне не может быть историко-культурной каштонностью, а просто причинен новострой. И он, вопут, и он будуется не зусим отповедным чином, и не с выкористанием аутентичной техники и так далее. А ли он, до того, как был взбудован, он уже был внесен в список историко-культурной каштонности в Вородовительске. Но это, на жаль, мне редкое дело, потому что остальные объекты, которые и были, они не включены. И приходится зараз, и это, до речи, великое поле для вас, как будущих, почти что уже менеджеров. Кольки там осталось ли акции? Ну, совсем не шмат. Ну, когда у вас будет там какой-то итоговый, великовый проект, вы можете взять любой объект, который я перелечу. Они все не включены в список. И можно будет просто поддактовать документы и подавать их на Раду науково-консультационную при Министерстве культуры. И они разглядают, и, может быть, мы дать и на статус. Вот перед вами просто приклад. Это Покровская церква. Ну, так она называлась у советских часы. Покровская церква у Весцы Дружесно. И она была в списе. Али она была выключена со списа, и вось по новых. Мы просто собрали документы, и она перерасвечена. Она за раз называется Вознесенская церква. Мы поддактовали документы, то есть, сделали короткую доветку. В принципе, просто переписали шмат шоу после того, что было у сбора Японникова. И на победу на свою историю додали, что там было. Что было у ей на приклад. До революции она была храмом, типовым. Она, в принципе, великой историко-культурной дошторонности не уявляет предбрать их в перспективе краины нашей. Вот таких только по Весевскому району было четыре штуки. Вот была такая же самая у Старом селе, была такая у Заронове, была у Курино. И Курино, это, в смысле, не у Курино, а в Курино. Веска такая, Курино. Это Курино. Это Куринский и Сельский совет. И такая вот ужасная. В принципе, на четыре штуки. Нафига столько у историко-культурных оштонностей. Ну, это их, ну, одну заробить и все. Але, улич лучше, что с 37 храмов Витебска-Галарина, какие были на 17-й год, засталась только одна. И она уже, конечно, уявляя важную историко-культурную оштонность. Плюс потому, что она еще по закону там можно подключать не только архитектурные оштонности, а еще помнит историю. А и она бачила заруйнование и арабование 20-х годов. И она бачила войну. Вот на злоницах этой церкви немцы устреливали кулемет и не давали проснуться советским войскам в 42-м годе. Хоть ван Рейд на Витебске уже не чули, но правда, бельно редко тебя почуешь. Когда в 42-м годе у операции московской, советские войски, 249-я строковая элития, сибирская, она за выкладки рейд на сотни километров смогла дать и достиглительство. Она дышла. Есть такие артикулы, в которых пишется, что танковые бои были у Тирасполя, но местцовое питание, говорят, нет, никаких танков не было, немцы не пустили. Вот тут устреливали кулеметы и не прошли. Это там одно. Или, например, после войны, когда уже натурально его зачинили, тут был уже немецкий конс, а советский. То есть стояли на руку пять ярусов. И тут жили немецкие военнополонные, которые обновляли станцию ружинства, убили первые черги, черенки, которая шла до Рубы и повинна вести далеку до Гурушихи, плановалось изробить Великое-Великое море, Сурожское море. Это там уже не чудо. Но я только кольки слова, это немае дочинение, но цикавый факт, что в 1950-е годы выдавалась Витебская ГЭС. Это не такая, что сейчас китайцы робят, там она совсем маленькая, а там плановалось отпустить под затопление некольки сотню километров квадратных. Там, например, город Сурож полностью шел под затоплением. И там было заборонено обудовать каменные домы. То есть дровля на обудуете, потому что когда только там пройдет постанова, значит их разбираете и выносит наверх, а каменные швы не вынесете. И поэтому, может быть, за это не связано занепар, потому что город Сурож, а теперь уже не город, а не вёска Сурож. Ну, просто принята постанова, потому что детям в Киевском учится там безвычайная вёска, там 600 человек же ведь. А они пишутся «Город», всё, и видят себе, как детям лучше поступать. У них нема сельская балла так за мной. Так вот сбудовали эту ГЭС, там по затоплению были такие районы, которые были в Беларуси, а они отходили до Российской Федерации, потому что не было по нему судей. То есть уже рыхтовалась такая постанова, помнили историю, то есть она это бачила. Ну и в опошине годы уже советские, ну не опошине, там 60-е, 70-е, 80-е, эту церковь выкрестовывали в якости скалодром. Вот альпинисты рыхтовались на её по узыходжине, когда у нас же нема таких скал, а хочется потренироваться, как залазить. Ну вот и мы убивали руки, тренировались, мясцовые бабули там всё на них брехались, что это такое, они на вас там боженька покарают. Боженька не покарал, а ли советский лад развалился в 91-м году, в 90-м надо церковь отдали, зараз она обновлена и является одним фактичным помником культового оборудования в нашем районе. А в принципе, надо только в районе Новоголе Хитильского. Есть и иншие, есть, например, а, вы тут подбачите, ось, это, например, у Руби, городский поселок Руба, вы заведаете, оттуда ходит 26-й, церква святого Пантелеймона, а ли это былый дом культуры, просто вот наробили на им барабан, заробили такую вот штучную рустовку, и все, вот зараз церква, а ли на самом деле церква. Ну, кали казаться такими словами человека, який верит в Бога, это, разумеется, намоленное место, есть такой отдел, давно молится, и оно святым, а есть вот, ну, с другого боку, по великим ракунку, храм там, где есть человек, там, где есть цвета, а ли сбоку влечь же не столько культурной каштовности, или значной такой, такой каштовности не уявляет, или той же самой Суроши, а вот это была мебливая храм, только мебливали диванами, канапами, шкафами, алле вот, как потреба узникла, забывали такие вот, храм Петропавловский, но это, чтобы вы ведали, что в районе, в принципе, больше нема, то, что вы убачите, это не полненький старой культуры, это можно назвать полником истории, но их, ну, и каштовность их такая, под сомнением, то есть, есть другие объекты, вот, например, вот та же самая, где церкви, где они были, нажали их там нема, и наши жихары, наши районы, они означают их, стараются таким вот, таким чином, вот, крыш ставится, или вот такая вот, мемориальная шильда, дошка, вот это, например, на месяце, белой церкви, святого Ростова Богородцева, в гости, старое село, там, вот, они, значит, и гроши забили, можно просто, и не просто можно зарабить, ось там где-то, крыш, просто ставится крыш, деревляная, свечается, что тут была церква, хотя есть венние такие, изношу, вертающиеся на моли, например, на территории Витебского района, был, свято-весенский, татулинский монастырь, вёска Татурина, она мало ведома, больше, ведома Вымна, хотя у нас два озера, Вымна, это тое, которое называется, спортивное, и есть просто Вымна, это родина, Николая Екальевича Никифоровского, и тут, ведома, ведома и старожитный монастырь, и он, было в грозне от Маркова монастыря, и он менял свое подпродкование конфессийное, вот, Маркова монастыря, он никогда не был униятским, не глядя на то, что его переводили, там должны были православные, и, у подразни, не отбитших, и он захвал свою, вот, конфессийную, одинность, а тут, он был униятским, и, у советских, честно натурально, он был разборен, не то, что разборен, его забрали, под, там, свои потребы, советские влады, монашек, этих, вымусили, там, сезти, а разборен он был у часы войны, бо, там, недавно, тяжкие бои шли, али кое-что засталося, зараз там обновляется монастырь, он вот обновленный, там есть уже и брация, али вот, в том выгляде нема, но, сбоку гляджаня туризма, культового, так, или, что называют, паломницким туризмом, эти, вот, руины, они являются моей цикавистью, не для всех, нам треба вот, в туризме, и, в общем, в бизнесе, який, как у вас бизнес, или это все-таки, покликание, как сказать, мы будем сполучать, вот, вермидор хороше, кали вот, расскажу анекдот, не анекдот, я к войску, я был, заканчивался уже термин, срочный термин, а я уже после института был, уже таки, троху засвеченный, хлопается, вот, мой начальник, говорит, Микола, ты там до дому сбираешься? Да, да, до дому, до дому, это чого? Нет, я хочу до дому, хочу на зиму, укрызнавством, займаться, тогда уже вот таки было, а я каже, слухаюсь, у тебя же такая эдукация, давай ты оставайся, в милицию пойдешь, у КТБ, прокуратуру, я говорю, не, 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 хочу до дому, хочу укрызнавством, а я так, а я говорю, ну, хорошо иметь в якости праце, высокооплачиваемое хобби, ну, так не бывает, ну, в моем випадку, у меня тоже, той, чем я займаюсь, это мне верно подобается, оно малооплачиваемое, а и хобби, так вот я думаю, что, в принципе, с тягом часу, с развитием туризма, и в уголе, вот этой мемориальной дейности, ваше хобби, в данной кольке месяцов, ну, полгады, да, и отрымаете такие посвятчане, и, может быть, даже гэта взяла жители, и это может быть хобби, а ле на будуча, может даже и прабытковым, может быть, и серьезные гроши заработятся, потому что на заходе гэта лебя прабыткова, на гэты можно делать бизнес, может быть, не такие, як там на айти, но, нормально. Вот, звернуть вашу увагу, хотел бы, у нас зараз тематично идёт, это вот, а такие помники, такие, хотя, можно было бы, конечно, заработать по локальному, например, в этом месте, увынное, через десятки других объектов, в якие варты будут бывать, но, по куль, вот такие личные. Значит, вертаючися до помников, вот, треба уважно вовлядеть на то, что навокуло. Живучи ужасно, я на протягу, ну, трех десятков годов, все, ходил мимо этого домика, и все думал, ну, домик, а потом уже, так, треху стало обознанно, и там, угрознавство, и архитектура, и стал заражать некие незвучайные риски. Вот так само, напомню, бачите, что что-то тут не то, непростой в этом домик. Вот, глядите, есть псевдоколонну, да, есть люстр, то есть, вот такое вот, светловое окно, оно называется, ну, арка, эта арка называется сандрик, это сандрик, сандрик, значит, что такое решет, это по-русски правильно, ну, вы, может быть, независимно разумеете, есть наличники, да, наше. Вот окно и обоку него, ого, наличники. А две наличники, только сверху, а с боку нема, а эта называется сандрик, и в связи сандрик, нам кажется, что окон тут не было. Вот это окно тут было, его просто замуровали. И когда это была церковна то это было натуральное. Есть окно, если когда-то светловое окно, нибудь ощутимо nada не очень окно тут было но у него тут была ниша, Da-Moha đó могла стоять скульптура, там, скажем, Христа, может быть у Святого нрава, храм был узведенным, а светловое окно было на субботе алтера, это понятно. И накераванность скажет о том, что вероятно, это была вне адская капица, а не православная. Так вот, эти элементы подказали мне, что тут еще много чего не видно, тут вот алтарная частка такая обсидная, что это хочет за всю храм. У меня не было уверенности, но когда я стал пытаться совы шахаров, я говорю, да, это была церква, называлась Мураванка. Мураванка, потому что, ну, немецкое слово Мур, ангельское слово Мур, стена, так? Одинный храм, одинный будынок, каким был в Новоколе, каменный, значит, тому и Мураванка. Она вот частка ужасная, она на картах так и написана, Мураванка. Вот по этим храмам. Ведена она была потом, отнималась в документах знанести в 1815-м годе, и верно вероятно, что легенда, якая его там увез в бытуе, что она была сбудована помещиками, ну, есть вариация, что помещица. Вот она дала такие зарок, что вот, когда в 1815-м годе французы будут, там они шли и рабовали там все, нищили, что вот, когда она не тронуть, вот ей на вся дипу, там не порабуть, то она побудуя храм. Ну и верно вероятно, что так оно и было, что в 1815-м год, он такие юбилейные, одразу же церковь не изведешь, так. И вот она была узвезена, устали, устали, классицизм назывался. Была именно тогда примогильная капличка, то есть часовня на могилках, то есть там не было святера, он приходит только по святых, неких там тренадесятых или, может быть, там, хавали. А в 1864-м годе ей уже поверечили, и в 1815 стало большим храмом. Здесь там могло бы до двухсот человек идти войти, хотя реально там человек на сорок. Я нас ведал так само шмат и бачил, наверное, и мошечка Синьи-Полоцкой, но не ты, который перевозил в 1910-м годе все тело, а тут был только кавалочек перста, это было еще в 1871-м годе. Она вот тут ночила, и тут и бачила она, наверное, цикавый эпизод у жити нашей Краины. И в Витебске ужасно, когда в 1839-м годе отбылось объединение знову православных ивнеатов, ну, примусловные, так скажем, то в записках Максимилиана Маркса, какие тут жил мясо в Витебску, и покинули их после польскомовные варианты. И вот он написал, как я тут бачил, как это произошло. У нас в подручниках пишут, что вот все униаты в порыве религийного экстаза пришли, вернулись в лоно православной церкви. А на самом деле, что не так было, и он написал, что вот он вертался с некой там экскурсией по городовским районе, и вот вертающийся зауважил, что вот каля церкви, а она была в той час одиная в Новокольях, нарезана толпы населенства, и там стоят шмат официйных особ, а там вот маленький губернатор был, а начальник питерского повета, они были все, кто в рели-пребегали, а кто-то был и громадянский. Ну вот, значит, батюшка на церковной славянской мове спевал там, ну и сказал, «Ты, кто уверовал и вертается в уроно православной церкви, ты идите по левую руку от меня и оповедная храма, ты, кто застаются в порочном неведенье и будут гореть в биене огненные, потому что они униаты, ты идут хай-па, другой Бог». Ну и вот те, кто там пару человек пошли, ну это ж не зараз вам поменять нам тиджак, да, это ж веру менять, веру менять – это люди на смерть шли. Ну, большинство, конечно, пошла, думала, что я буду так просто менять веру, а люди буквально там просто две хвилины назад бегут все на толпу, ну стало текало, что-то краб там их заменило настрой, что они вдруг вышли и стали верить в православие. Вот вы заходите за дом, а там стоят урядники, ну это типа полицейские, ОМОНовцы, скажем так, здоровые такие, и стоит гос с розыгами. И ты хвавить, в которые они хотят верить, раз это самое раскладывать, и лупить, всякуть. А там, где у православного церкви, там стоит бочка с горелкой. Хочешь – давай, веруешь – веруешь, и все. Он это как-то как-то примитивно рассказал, но были такие выпадки, я думаю, что даже не одиночные такие были, хотя были на двород приклады, вот Тадулинский монастырь там на двород, монашек морили голодом, то есть не будем вас надо кормить, веруешь и все. И были и с того боку смертные выпадки с другого. Так что церква это зла побачила шмат. Приезжайте, он ужасно полетит на свои очи. Мой сябра Мастака зарабил таки проект, как можно было бы обновить в аутентичном выгляде. Или хотя бы так упрыгожить. Ну это мы зараз сказали про помники культовые, так? Еще, а к нам материальному проекту, у нас можно пригадать такой помник духовности. Помник духовности – это то, что не можно помацать, это может быть вместо топонимичных символов, это может быть назву, это может быть вместо геральдичных символов и так далее. Так вот у нас на Витебском районе была святая икона, шануемая, вельно-порожанная. Это образ Мати Божской Фальковицкой. Зараст этой везки нема. Эта везка зараст приблизно находилась там, где ее скажут Дрюкова, видите? Ну, характерно названо Дрюкова. Ну хорошо, там где Вороны. Вот Вороны, там есть Дрюкова, там есть такие уже дачные кооперативы, вельно все забудованы. Вот эта вот, там была церква, а до этой она, обычно, з'явилась хлопчиком, на кей пасили скот, и вот они увидели, что на берозе висит этот образ, когда они там звернулись до родственников, они увидели, хорошо, забрали его, поставили в церкву, але там, мистичным чином, она знову пынулась на тем самым древе. И тут стало зразумело, что там требовалось храм. Там его выдавали, эта икона, там, смещалась, в долгий час, и она приносила облегчение верующим, и быстро там, некоторые выпадки были извлечения. Ну, вы правы с ним уже, я так скажу, как неверующий, да, может, трошечку под сумнёвом, но веруют люди, я только вам дадаю информацию. На жаль, эта икона была страчена в час войны, але ее обновили, вот по малюнках, там, старожилы, вот приблизно вот так она выглядала, так что это, это тоже не аутентичная, она взробленная, але сам факт, иснование этой иконы, и шанование ее, и он, ну, вельми цикавый, я думаю, так что вам, как, нужно уже, простите, будучи менеджерам, добра прагатаведась, ну, и для верующих это вельми важно. И, по-втору себе, чему я так вот, аспект раблю, минавитана культовой, это великий таргет-групп, я ведь сейчас сказал тарджет, тарджет, ну, как это, метавая группа, так, она, может быть, не вельми великая, а ли она вельми постоянная, то есть верующие, и вот этот паломницкий туризм, и он постоянный, люди хочут, люди верующие себе, чему не дать это, это повинно, так сказать, это факт, как бы, или и инши, ну, повинши, можно вот, это уже не как религийный туризм, а просто как цикавый факт, это может быть там и другое, в перегрузе, вы ведете всех вот таки Ильяевны Чурепи, так, вы датный российский мастак, який, зараз это еще как-то, украинский мастак, он родился в городе Чугуй, из которого плывала железяка, как, кажется, не нам, ну, как бы, лечить его украинским мастаком, я не веду, я как, в принципе, он жил на Украине, шматый вам отыгал, его, в принципе, можно и еврейским мастаком лечить, он был, в принципе, евреем, украинский мастак, он принял православие, и он уже был православным, но, короче, и он человек со света, я, на мою думку, один из самых наилепших русских мастаков, в принципе, его можно лечить белорусским мастаком, он прожил, целых восемь годов, каждое восемь, весну, лето, восемь, он жил у Здравнева, и писал, так вот, тут у Здравнева был его батька, и батька был вельный-вельный старенький, уже ему там под сто годов, было Василь, нет, чекайте, я Ефим Васильевич Васильевич Васильевич, я разговаривался, и он, поскольку уже стало веку, что перевозить его назад, вот на зиму было, ну, небеспечным, ну, вельный старенький человек был, и он уже заставался на зиму, и вот в одну зиму, и он помен, и его поховали на вельным подчестном месте, как и звичайно торопится, у версты Слобода, это даже не верховье, это же называется Роба-2, в этой церкви нажать нема, но и место, где похованный был батька Репен, оно страчено, можно только приблизно, сказать, что приблизно уже это место, там стоит памятный знак, но Репен, когда вернулся, так, и он был вельми-вельми удзятчен за то, что без него она, вот, и похованный был, и он написал две иконы, две иконы, одна была, вот, эта икона Христус, а другая, это Божия Матери, написана она трошечку не традиционно, не так, как это робится в Православной Церкви, и она написана не на древе, она написана на цинку, и, вот, власно, эта икона, она была вельми оригинальная, потом батюшку Казахарь, вот так уже и было, и он, вы ж не забывайте, что это был конец 19-го года, это уже трошку инше уявление об свете, и вот Репен зрабил Христа не каноничное, и он тримал землю, земельный шаг, ну, как, не глобусе, земельный шаг, да, вот так вот тримал, а потом троху, по-скореннее, надо канонично, то есть вот он тримает хлеб, то есть это хлеб мой, то есть это тело мое, это кровь моя, на что потом батюшка сказал, а ему хайба уже и было, ну, вы шелите, что канонично, земля, она не круглая, она плоская, она находится на трех китах, она на пяти слонах, она на черепахе, это интересный факт, в этом фильме можно хорошо обыгрывать, дякую Богу, вы этой иконой заховывались, и они при том, как ломали церкву, кто-то там подумался, за витебских начальников, их забрали в музей, и они заховывались, они зараз в нашем витебском областном, как значим музее заховываются, на самом подчестном месте, они съездили в Саратов на эвакуацию, в 41-м году завернулись, долго не выставлялись в советские часы, конечно, это ж не могло, а сейчас вот они есть, ну, просто, вели некрасная праца, и, ну, духовный пломник, сдается, в нашей земле, и гению Ефима... 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 Доброе, перейдем до другой категории, это помники архитектуры, тут уже будет так перемешку, помники гордзянской архитектуры, их так само не вельми шма, но зато вельми яркие, от Витебскому району, просто Пашченцево. У тем же самого Лунасна, в 1904-м, началося будавництво, и в 9-м скончилось, будавалась земеробча школа, земеробча школа, был худкий термин, в стиле модерн, великий, оригинальный, яркий, нагадаю вам, что модерн, этот стиль, от конца 19-го, он показался таким, использованием новых, например, техничных материалов, арматура, она позволяла делать незвычайные конструкции, например, вот видите, тут высокий шлемоподобный купол, и два купола, таких ломанных, их по-другому не сделали, шкло, великие окна, и оригинальные, вот тут можно назвать, по-другому, таки, есть такой, вот это не стиль, это элемент, стиль фахверк, это немецкий, вот робится, значит, дровлян, дровлян, такие вот, конструкция, и она забудовывается камнем, бутуется цеглой, а потом танкуется, и в разных полях, дверь не оригинально выглядая, и, где-то у полночной Германии, вот победно у Польши, та, которая была немецкой, там есть шмат, например, набережная у Даньска, в Данцево было, она вот включена у спис, ну, не ведая как историко-культурная спадщина ЮНЕСКО, алле вот 100 месту в Польске, да, лепше место в Польше, она там есть, и таких, вельми шмат, вот, оригинальный, такий вот объект, я думаю, и он варты уваги, и, конечно же, продвяжение, просовывание, плюс к этому тут, я щебу узбудованно, вот такий, я долгий час лечу, что гэта администрационный корпус, и тут была дирекция, а я зараз уже выполнено, что нет, ну, просто позднее, не документы эти трапились, а оказывается, кабинет директора ЮНЕСКО были в самим, в головной будинке, алле у гэты будинку, хочется все было, была больница, шпиталь, для тых детей, которые хварыли, а лендационность, продавана в шоком, в этом вот стиле, правда, в 2009 году, когда у Лужасных приезжал президент, ну, тут же, что там все робится, все фарбывалось, на жаль, и он вельми, осна, был, не сказать, пошкоджен, как это, пошкоджен, в России его пофарбовали, его фарбовать не надо было, это, ну, варьянство, ну, града, это вельми штучно зараз, пофарбовали, на вот сами дровляные конструкции, а это вельми кепска, тут вот, например, были такие вильчики, это, значит, высокие дровляные, как это, строконечные, такие вот шпили, да, на их могли быть стяги, такие ленты, или на коже, на вельми привожи, и вот вам на заметочку, может быть, вам просто надо будет проект это робить, и он зараз пусты, до, какого-то там уже, 7-го, там была пошка, али, там, чтобы разглядели, там дах стал тягчин, и, после этого прибрали, в другом, в узел рекламной сузи, его тоже прибрали, и сейчас он пусты стоит, и нажали, начинает разбираться, вот этот вот угол, тут вот, начинает тягчин, дах поломался, и там и стена начинает тягчин, али он чистенький, ровненький, ровно пустой, хоть что хочешь робить, я вот, ну, отразу приходит в голову идея, там, кем-то музей сделать, мне там уже даже была думка, там, раз, там, аграрный колледж, может музей, там, сельской, из подарки, да, хлеба, или там, мне, как Жихарова, там, витебская двины, хотелось побачить музей, али, может быть, народ, и, ну, в музеях это, это такая стратная, она не будет проносить прибытку, да, а вы бачите, какая ситуация, все, меньше и меньшее финансование, тут не до музея, ну, отдать под кафе, отдать под некий там, громадский клуб, отдать под, агроусадьба, ну, агроусадьба, тут, знаете, вдруг проблема, прямо тут, вот, побачь, вот, где вот я стою, тут находится, четырехповерховый интернат, а побачь, еще один интернат, и третий, и там, там, знаете, не будет вот то, чего хочет аграрный, наверняка, агро сяди, вот, тишини, что там, то есть, там будет, ну, сидеть сотни людей, ходить мимо, поэтому, это худший какой-то, может быть, бизнес-центр, там, неведомое, что за угодно, да просто отдать человеку, ну, с умовой того, что вы его, хотя бы не поруйнуете, не надо там уже аутентично, то есть, он, в принципе, в нормальном стане, то есть, там еще не надо реставрации, ну, один на что, может, венчики, однако, ну, просто стоять и просить, ну, возьмите, возьмите, зарабите со мной, что вам нужно. Поглядите, вот, вот, таким вот проектом, такая вот карта, есть, цикавых объектов, их там больше за, двадцать пять, значительно больше, есть электронная карта, знаете, тут есть, адрес в интернете, или просто наберите лужи с лономапией, и так далее, тут вернешь на этот объект, вы просто, берите и робите, чтоб вам можно было. Ну, музей, вот, хотя бы коралыч, музей, это плановалось, в советские часы, под первобудову, будто распроцелан таки план, в 1987 году, чтобы в 2000 году, в Витебску, за пяти музеев, было уже двадцать, и тут плановалось, изробить этот музей сельской эксподарки, там, в Паймуре стоять техника, ну, не сколько может техника, сколько там пристосований, там, сеялки, веялки, ну, может, это не так цікаво, но для себя, для версий, так? Потом так, пригоженька выглядит, это почта, как я помню. Это дом, мы уже видим, и это дом Рубашкина, это дом Рубашкина, по прозвищу Хара У, у Яновича, ну, крошли нема, разбираются, и он гибнет, скажете, что уже разбирают дах, и, хочется все просто разруинивать. Нема документации, что это полный регистратор культуры, и поэтому, им ничем не будет, и он будет сам допсует изнешний выгляд, а на самом деле, это один объект у Яновича, это был на местечку, який застався от того, багать каменец старосветских, которые были в убытом местечку, уже сразу разруинываются. Поэтому надо им звертать увагу, не будем, а ось на подберезе, тут веем шмат таких вот старых будинков, и есть некая подвижка, Валентина Кирилова работала в этом году, минулый уже был такой проект, подберезский куфор, и она притягивала увагу того, что есть у подберезе, что там и народился Игнат подберезский, не, Храповицкий, Ян Антоний Храповицкий, и что там был такой помещик в Косове, и он сгодовал на свой час супер такие модерновые будинки, яны и зараз есть, и яны належат зараз этому куфор, или там называется Альхомске, и можно было бы просто вот выкористовывать яркости таких не сельских старших побудов, потому что сельских смотарков приходят за непад, а вот какие-то вот такие проекты культурные. Мне, знаете, открыто этот самый зверь, вот так куливым пахнет стало, что просто не нужны. Привет, Сюль. Ну, верно, напали на это. Ну, вот, вы видите, тут такие яркостные будинки, которые можно было, то есть тут тоже там великой колькости, грошей туда укладать и не требует, тут только думать про то, что там заработать внутри, там запрошать инвесторов, там не, конечно, трошку проблематично, что далековато от Витебска, але не можно там какую-то туфлину саду работать. Ну, ведайте, что такие и есть. Ну, еще один будинок храматянской, и, да, вот это уже техничная забудова, это паштовая станция версии Брауляны. Это вот, когда ехать на городок, это километров семнадцать, знаходится это вот будинок. что собой играла почтовая станция? Я думаю, что метель Пушкина проходили, да, поединок, там тебя застрекают приблизно вот таким вот, по такой модели. Значит, когда не было автомобилем, основанный вид транспорта был бужевый, это значит, кони. А кони, их требовало кормить, им требовало почивать, поэтому километров просто двадцать пять, тридцать робились на дорогах почтовой станции, значит, с черными включались, складались. Ну, по мне, натурально, это был конюшник, у которых было несколько десятков коней, потому что требовало их менять. Приезжают одни кони, уже остановились, а едят терминологом, скажем, пеши с Петербурга, увидят, значит, худенькое кони меняли, и ямщик этот, или там, наручный фельдегер, тут же ехал вдалей. Горты кони отручивали. Понятно, там была вазовня, понятно, там был сеновал, это был дом для гостей, для приезжих, там, когда ночь заспела, значит, там именно ночевали. И вот, такой вот дом заховался на шляху до городка. Есть такие, подобные домы, еще и у, в лесце Кузьминого, польского района, но и он, вену-керском стане. Вы сейчас только устроили, или взяли, да, придорожное кафе. Да, но только, только радость. Сомневаюсь я, что там, с этим самым, с, выкористанием всех правил, належных правил, и самое главное, он не внесен в списки с торговой культурной коштовности. Тут же треба сделать эту документацию, потому что, когда они там что-нибудь поломают, им за это ничего не будет. Вот. Внутри заховалась каменица, брукованка. Вот, брукованка, на 3 часы, это была, ну, звичайная речь, зараз ее уже не знайсти. Зараз, когда какой-нибудь фильм снимать, или какой-нибудь, там, якостный дымок сделать, ну, такие, тематичные, там, чтобы дама была, там, старосветским строй, и чтобы это было на фоне брукованки, нормальные знайдите. А там она есть. Есть проблема, и она належит господару, автроватной властности, выкуплена, и тут ее нет уже охотно пускает, в принципе, тут ее вовольного не пускает, хотя, ну, домой это, в принципе, неполноможно. и есть про его еще там некие известки, что быть забыли, это дом с привидами, что там есть нехорошее место, что там вот люди, тут, как бы, я разговлял с этим человеком, и он там, шмак, я не буду про это разговаривать, кто там за привиды ходит, а я говорю, что там, в часы войны, немцы утромливали военнополомных, и шмак их гинуло, и они просто этих вот людей оттягивали вот это вот, ну, забитое тело, неколькие там сотни метров от этого дома, и просто кидали в болото, поэтому, коли верить в тое, что душа, что человек, який не похованный по правильному обраду, там, да, душа его не может знасти, спокои, может там уходиться, але, як помник, не столько культурная каштовность, так, и он, варты у вахи, именно истотные. Ну, мое любимое место, туда ходить у походы, дякую богу, она вот так добро заховалася, это чертова млын, так называются. У нас на территории района было дванадцать млынов, из них, не, пятнадцать млынов, из них дванадцать были маленькие, то есть они были на невеличких речках, там был только один камень или постул, и они были, ну, так скажем, невеличкие, и давали мало муки, и были в основном дровляные, а вот три были галейки, это были в ужасном, мазловой и в шкелях. Зараз, вот чему она так заховалась, и чему я вам не скажу, потому что мало ли что там будет, ну, я вам верю, конечно, скажу. где нас находятся, эти млыны, находимся, высоко, высоко, по ужаснянке, зараз дорого, их не так давно, просто, песок там нема поблизу, и пали, которые были, их заробили, такие, огромным таким, двух, сосновской, не помню, как называется, такой борозну, там посадили елочки, хвойки, и все, и все, туда не можно пройти, там можно только, потому что ужаснянки, там бедочки, трубки пройти, поэтому млыны заховался, ну, понятно, таким вот неверным, престольным станем, или там вот этой вот, механизмой можно полядить, его называют, черт умный, потому что, лечится по, не знаю, традиции, что не чистая сила, и надо любить, вот место, закинутые церкви, закинутые млыны, и, я закинутый, я туда доходил поход, а чем-то скончилось, я не скажу, ну, просто думал, что мне капец будет, и с детьми, потому что время страшно было. Вот подобные такие, оригинальные места, заховались еще королевский казаки, буквально до недавнего часа, заховался еще корпус, али по какой-то причине, я вот приехал в Грейзер, разломал, осталась вот только такая арка, оригинальная, и, ну, засим немножко там, подмурки, так, до недавнего часа, у казаки, она находится, находилась на речице Зароновка, немалечко засим, там буквально, ну, по колено, али вот в этом месте, зароблена запруда такая великая, а полно-то огромное, вельми живописное место, я, на речи, я бы вымираю, как мне бы тебе потрапить на фотосесть, ну, просто ведать, что такое место есть, потому что их уже немало, чтобы было такое получение тыгнагенная, вот каменница такая, дикий камень, червоная цехла, и такие вот, природные начали, ну, это так, якости, эймарочки, все, что засталось от Мазаловского глина, глины, это помненькие архитектуры техничной думки, техничной мысли, ось, нажали только вот это, амуты, амуты, рештки платины, ну, у нас они, ну, пирамиды все, и вот есть два места, где есть, где заховалась эта брукаванка, это вёска Великие Градцы, и есть Сурожи, тоже великие велички кавалы, ну, вось, бачите, местовые жихары потиху уже разбираются, ну, не ведут, то ли там, ну, будуют камни робят, эти подмурки робят, там, выкладают, конечно, это дворятство, таких приклад, техничные думки, таких уже нормально не заспалось, везде уже или заасфальтовано, или разобрано, поэтому, ведайте, может быть, нужен проект, можете его коррестовывать. Есть еще вельми оригинальные, только на звене, я на других проектах не веду, на нем они такого, я не бачу нигде, это однословое, такие специальные техничные сбудования, яке робились для прогону плато, значит, звена, она широкая ручка, а эти, они такое, невельми худкое, плынь невеликая, так вот, от мыслова, к центру земли, добилась такая коса, убивались колы, где-то там, дарвень, где-то колы, два таких слоя, так, между ними закидывалась камень, глина, ну, что было, и потом, от мыслова наносилась земля, не до самого центра, а эти, метров тридцать, сорок, где-то пятьдесят, там, неведомо, угольки, их называли еще плетни, с тягом часу, там, утворалася такая уже моцная коса, туда уже песок спринялся, потом, починала там, расти, спочатку, трава, потом, кустовье, потом, на вот эти древки, что отримывалось, для чего это родилось, значит, штучно сбуживалось русло, так, и там, от победного течения становилось больше клубки, и оно самоочистилось, то есть, грубо говоря, все канал такие отримовывался, и пароходы могли ходить, ну, беспечно, то есть, без страха на тое, что там нужно на камень, или там, выпадкова песчаная коса утвориться, там сядут на мере, и так далее, и они есть, для великих любвесок, ну, например, калевские луки, калевские куры, но нажали у вынеку будовництва Витебской ГЭС, как будто это ужасно, все тое, что вот выше, а мальда сурожа будет затоплена, и нажали, это будет страчено, это великая, великая страта для нас, потому что это супер живописное место, там просто хорошо отпечатать, песочек, с получением травы, кустов, песку, мелководзе, там вельми хорошо с детками, с пахаными девушинами, там вельми классная, незвычайная флора орнитологичная, там вельми любят селиться кулики, кулики, ну, у нас, например, в червоную книгу занесен кулик сорока, такая, тушка, у нас она перелетный вид, а вот на гэтых месяцах они не сдуются, или там малые зуйки, зимородки, и, ну, просто вельми шкода, и, что такое страчено, ниже, по, там самому, по теченью, там они, может быть, и захываются, ну, когда в ней подымется вода от Холодской, от Бешанковицкой, а может, по этому часу и яснется, можно выкрасить, як, ну, ходить там, конечно, не страшновато, але, як вы там, беремте, фотосессию, показывают так, брутально, а это верховье, ну, припладно, это руба, а либо между первой рубой и другой рубой, это на правом березе звены, кали тут были родовищи Доломиту, а потом они перестали, ну, то есть, их перестали, было мало, поэтому стали робить, выкопывать, это слева, например, звены, это одно слово, первое, первое, и такие, вылизанные ковши были, на их породы перевозили, сцепали, там, перехватывали назад, зараз еще вот по звене, вот в этом месте, можно наносить такие вот здоровые, я вообще думал, что там уже какие-то ядра, вот такие вот, как стреляли, а вот раз, нет, это подшипники, такие, в этих там, колок, ну, это не один объект, таки, цикавый, из туризма, они мне сейчас говорили про, ну, скажем про сиотипы, все говорят, что Витебск, а, ну да, здравнево, да, фигушки, здравнево, это только один объект, две дома, раскрученный бренд, и дякую богу, что у нас есть, потому что мне довелось бачить его у разных вариантах, первое колесе ездило, там просто стояло, просто поле, и там ничего бы не было, потом стали обновлять, в 93-м годе возбудовали, аллея в 95-м згорела там, за проводки, и вот то, что мы бачим, это дякую богу, что тады, как неделя, президентом поехали, там была встреча организована Путина, Лукашенко и Кравчука, и вот тады там супер все сделано было, и так оно вот таким станем подтримливается, ну и дякую богу, там, я нержишь там, и ночую, и днюешь, что там, поэтому, не соромно запросить там замерзенных гостей, не только замерзных самим приехать, а где-то что-то теперь плату стали брать за его охот, и даже господи походить, вот, алле, я ще, некольки сядибов, вот у нас, ни одна нажалина не была зарегистрована, я помню, кристовой культуры, вот, дякую моему скромному делу, все ж таки, вот, сядиба у Милы, милая у Весцы Мазлова, она была уключена в спик церку культурных каштопостей, можно я даже и не дергался, коли не доведався, что оказывается, будинок передали у РПЦ, а яны что робить, яны что-то робить, барабан, цыбулину, там, позбиваюсь эту всю аркатуру, там, ну, будет простенький, этот самый, ну, налепит там чего-нибудь, а коли я маю статус историко-культурной каштонности, она абсолютно не маю такого права, то есть, как оно есть, так оно есть, ну, это мне вот приспешило, я зарабил это все, и приспешило, и приспешило меня, да, я стал, забил вот эту документацию, которую потребно было, она невеликая, там, просто написать, что она такая-то была, приблизно, попросить, сябра на стака, чтобы он приблизно присылал какие-то там характерные рельсы, и дослать вот на Раду, это улица коллекторная, в городе Витебске, в Минске, да, и они тогда присылают на райвоконкам одно слово и паперу, что вот этот вот объект принятый на часовый улик, и дают задание вот распроцвать пакет документации, потому что они дороги, там надо будет работать под выкупировки из генпланера, а они костуют дорого, я сам как бы робил, но это дорого, они не хотят здесь все хорошо. Вот, например, там есть, вельми цикавая сядиба, и она, и скравый приклад архитектуры классицизма, 1801 год, попутовая, связана, я помню историю с именем Игнатия Мальковского, я думаю, что все вы ведаете эту историю цикаво романтичную об соправном украхании, там я поставил помник соправному украханию, или не ведете? Понимаете, где можно поставить помник соправному украханию? Рассказывают. Ну, вам же виновна ситуация, когда вы как будто кахаете, а это сволочь вас нет. Или на дворот, вот Ион, вот бачите, что он нам уже и знаки оказывает, и все, а вы, да пофиг надо, не хочу. Поэтому, ну, так звучать, да? А вот тут, на дворот, такие вот выпады, когда Ион и Иона, значит, его звали Игнатий Мальковский, я ее звали Рахим Макалецкая, но у них была проблема. Кроме Акаханне, они были в неровности. Игнатий Макалецкий был, Игнатий Макалецкий был, там, что-то, ну, скажем так, лейтенант постучастный, да? Ну, так это не военная, а грамадзянская, там, колледжеский регистратор, например, а она была не кто-нибудь отдашкой губернатора, только где-то там уже статский советник, даже действительный статский советник, это там, типа, полковниками, генерал. Ну, Игнатий, как соправданный, там, честный, молодой хлопец, человек пошел, да, и просить руки батьки, руки, дочки у батьки, там, да, в Макалецкой. Ну, и понятно, что, батька был, таки, ну, либерал, и он просто, такой, сразу не отправил, пошел вон, там, басота, а я вам так, мягко подвел, что, значит, послухайте, Игнатий, вы же вот, вот скажите, кто вы по званию, по званию вы, очень-очень, и зарплата у вас совсем маленькая, ясно, а может быть у вас есть майонтек, там, скажем, душ на пятьсот, который, можно там, с него брать гроши, и мы уже мдашку-то делали, немало него, вообще ничего не мало, или нет, может быть у вас есть человек, который будет там проводить вас, в великое житё, там, скажем там, будет вас курировать, чтобы вас там, ну, как, кто там, как Александр Миколаевич, там, там, ректор, губернатор, там, да, нет и такой очереди, ну, что ж вы, слушайте, ну, дорогой праздник, дорогой алмаз, дорогой праздник стоит, да, поэтому, когда у вас все будет, вы, да, приходите, ну, и понятно, что, питание для девчат, вы будете чекать, я уже покричу, вот, честно, 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 да, 35 лет надо, 35 годов надо, чтобы вы честно заработали, чтобы вы стали полковником, чтобы у вас там, скромная ребеночка, на пятьсот человек, может даже и больше, это когда не есть, не пить какие-то, да, девчата, будете чекать, ну, ладно, двадцать, пять минут, будете чекать, не все сами не дождаться, дорогая, эти 20, я не дожую, а вот и она сказала, что может быть, ну, основный сценарь какой, я там скажу, что робить, ну, случайно, дети там скажут, утерпши, ну, уявите себе, что они самые простые люди, куды ну текуть, батька, местник губернатора, они включают план перехват, их тут же ловят там, и доезжают, а, плюс к этому, это конец, восемнадцатого свободы, это тысяча семьсот, девяносто там, скажем, семекут, да, куды, на каких вы там уедете, с миром рай не в шалаше, вариант там, да, но недолго, да, что остается, самый-таки брутальный вариант, это грохнуть папу, ну, это за всем нехорошо, потому что, ну, забойства, да, плюс еще это штаты, как бы, картеи, они сделали незвычайное, значит, они писали лист Павлу I, ну, когда он был император Российской империи, и Игнатий поехал в Петербург, ему там добрые люди подказали, как там, где что, где он ходит, прогуливается, и вот он, доведующий, где он прогуливается, там, в параницах, он встал на эту вот стяжиночку, в парку, поклал на голову себе этот лист, и попорно стал чекать, поклал на голову, потому что нельзя было взвертаться, забронены были всякие там, ну, и удивить себе, какой был демократичный этот сатрат, деспот, что он сам просто ходил по парку, и можно было подвезти, вот, зараз, я думаю, не то, что подойдите, там, первое коло, другое, третье, как раз у вас эти красненькие кропочки бегают с лазерных прицелов, и Павел I взял этот лист, прочитал, взял его с собой до женки, и сказал, надо помочь. И есть такой скрипт, который написан был на имя Маковецкого, в котором Ихнатию Маньковскому надоется раз одно звание, и он сразу с лейтенантом стал майором, ему отдаётся пожитёвая в Володине в фольварах хмаром, которым, что-то каля 200 человек, скромненько, но жить можно, да? И Иоанн Павел I загаджается быть тем человеком, который будет курировать его пожитие, саденничать его протекцией. Ну, как вы думаете, папа погодился? Папа тут же погодился, женились, и потом Игнатий Маньковский уже разумеющий, что раз пожитёвая майорома, его майонтак, да? То есть, как он помирает, и он сходит в службу, и его заберутся. И он уже заробивший гроши, купил земли, и заробил там майонтак. Майонтак и садзибный дом, садзибный дом он называл Милая. Садзибный дом он называл Антонувка, угонар сына, а потом Пирамину переймал Милая, и ось это один из самых легших прикладов и классицизма, и вот такой цикавой, прихожей истории кахания. Вот вы верите, что там саправду можно поставить помник саправду кахания, которая пробилась у все неможливости, и вот стала. Я веру, что раз на который час там вот и он стоит. Может быть даже вы, как историко-культурный, не знаю, на что же будете стоять. Ну, ведайте, что такой помник хорошо, может какие-то макет заробители там. Ну, а что вере? Верьте в это, это вельми легко заробить нам. Ну, а маленько. Глядите, кто веде, какие помники, два недавних помника у Сталивана и у города Лепель? Смогу. Смогу и Русалки, да? Ну, Лепельс был Смогу. А оказывается, не так это дорого заробить. Там есть у их такие местовые произнавцы, Владимир, называется Володар Шушкевич, он отцвал проект, вот что, обрунтовал его, подал на этот самый, на евразвяз, евразвяз он дал тысячу евро, за что он заплатил там за, этот самый, за проект, и за то, что заробили этот, вот, смогу. И он, правда, не, ну, как, не такие соправды, он не бронзовый, для кого бога, скралевый, а так он, это называется, выпивка, как-то так. Короте вот то же самое, что у нас дедушка Марка, этот стоит, да, этот кузнец, ой, не кузнец, а кровец, который, какой-то карлик, или какой-то, как бы он стал, так и оказалось, что его руки, как угорелы, ноги такие, мелочки, или там, ильвы, это все, выпивка, они недорогие, они китайские, тоненькие, в принципе, ну, хайба так, заробить, это, вырубляю себе, свое, справное дыхание, личное, индивидуальное, доброе, тоже худкое, мы не поспеем, про все это сказать, там же заховались, исчезадибные побудовы, это вот, конюшни, бычники, какие вот, по плану, маньковское, распрацеванное, тут правда, набудованы, еще другие поверх, али вот, все вот, античное, все это вот, можно обновить, ищердно садиба, у нас, мало кто ведает, али у нас, у великих летцев, жил таки, Владимир Адамов, это, годомый геоботаник, человек, который организовал сад ботаничный, который потом, после его отъезда, перевезли в Витебск, а теперь, витебский ботаничный сад, это вот той, учанский ботаничный сад, и он, вот, жил в этом доме, дом почти, такие, досать оригинальные, верхние, то есть, верх, верхний поверх, дровляный, нижний, каменный, на жаль, приходится за непад, потому что, ее, не жилы, а то выехали люди, а там был, школа-интернат, и, вот, терминного надо, что-то зима робить, каля не забить, просто страченую, снег провалится, или что-то решено, на жаль, уже можно казац, что гэту не нужно, садиба у лёдца, у луках, это такая вёсочка, каля малых лёдцев, таким вот, сгорело, буквально, 3-3 гнеза, 7-го, на колядной, 7-го, студеня, 2015-го года, сгорело, стены стоять, но я думаю, что их уже обновлять, ну, то есть, тоже бачите, элементы в стиле, фахверк, незвучайные такие вот, такие вот, эркеры, эти вот, ну, чекали, 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 садиба Острейков была, было не было, была, ещё одна садиба, тоже разбирается, это вёска Бригит Поля, это за сурожем, это дровляная садиба, али это тоже добрый, оригинальный, таки вот, варьян, тоже она уже такая, в пол-залимбанном стане, можно здесь что-то дровить, безумно того, как, я знаю, ещё, ну, древо крепкое, ещё не гниять, али вот той факт, чё там уже шибы побыбиты, и, выкористовываться, как прибиральня, конечно, не спрыяется, но вы ведаете, что вот у нас, бачите, все кажут, у нас ничего не мало, вот у нас, милая, Адамова, в Великих Лёцах, Луки, и Бригит Поля, четыре сядибы, кто прав, кто с вас про гэта беда, ну, вот, конечно, беда, один человек, который учился на факультете, и гэтовик был на спецкурсе, вот, ну, это в минуло, троха позабыто, николе не поздно нагадать, еще, у Сосновцы, дом такой, ну, как сядиба, не сядиба, там жил пан, могучее его прозвище было, это было целая двенадцатая, и было шмат по Витебским полете, и, если бы, какие они были, на жаль, уже их немало, или на оригинальное место, поглядзеть, как они выглядали, как вы, когда станете богатыми, или, что культурно не надо, вы можете такие вот робить, и обновлять, это, червоный двор, красный двор, у, на околе Витебска, в Витебском районе, там, належало на, такому, генералу Битдеров, такой был, фон Битдеров, из русских немцев, и он, что там такого, кроме этого, это, ну, там, в озере, Краснодворское, так вот, в центре озера была сделана Альтанка, где вот, теплыми летними вечерами, они приезжали, и там, обедали, вечерами, каву, бабату пили, вон, это озеро, Комаровнева, вот, ну, и вот это вот, моя радость, моя любовь, на жаль, таким не менее, якосным станем, але, гэта, картина, якую я, чисто, выпадково, нашел у Национального Москвацкого музея, это, коли, там, новый корпус открыли, я прихожу, вижу, о, классная, такая сидиба, а потом, что меня затекало, тут, вот, на шпилях, белые стяжки, один, третий, я думаю, какая-то, фантазия, читаю, Юлий, Юлиан Клевер, Юлий Клевер, вы видите там, у нас такая, он жил, он не белорус, а он, вельмешмат, жил тут, на Витебщине, и моливал, ну, вельмешмат, там, Амбросович, такие, вот, когда ехать на Рубу, там, там, конюшина, на Свете, на Амбросович, вот, присвеченный Витебщине, а тут, целая садиба, я считаю, садиба в Дричалуках, ну, может быть, у Галинских, Дричалуки, а на самом деле, Дричи, Друцких, Луки, это однословое, такое вот место, где, ну, Лука, как это сказать, это залив такой, залив, мыс там, да, они были Дричи, потому что они были Друцких, ну, так, просто, настолько она изменилась, и вот эта вот садиба, я, скольки не ожидал, так и не смогли знайсти по памятных книжках, чьё, вот, кто-таки был белорусом, 1901 году, что еще цикало, вот, побачишь, тут стоит Володар, да, и он стоит с, я читал про это, а я никогда не видел, а были такие, прирученные журавли, журавли, журавлян, ловили крылья, троху подрезали, как бы не улетели, они спрятали сушку, а потом на что-то просто ходили, ну, заради забавы, да, они, не поверите, их котов, короче, они говорили, вельми ловко забивают мышей, и крыс, не кожная ошка может так ловить, вот, я не веду, кем там был ловец, или что, вот такая шоколая садиба, находится, значит, еще, что меня удивило, в каким-то годе, может, пару минут, три, может, пять назад даже, была такая, выглядела, марка и конверт, присвечивание агро садиба, и вот, агро садиба, отдых над деревней, и вот эта вот, выява этой картины, к примеру, не разумею, наверное, человек, что это давным-давно уже страчено, зараза, это ее скинема, она зараза называется, ну, это же бухатистское слово, тричьевуки, борщики, как-то страшно, она теперь называется деревня Пуличье, это, знаете где, это вот, сураж, с другого боку Двины, это надо, вот, переехать на пароме, поэтому будем показать именно на самом артиканах, так, не поспей, а еще одно мое любимое место, на Двине, есть островские, островские, там остров, остров, в Веге не затопляется ни коли, ни по какой великой воде, я не верюсь, подеюсь, что, когда будут затоплять Витебское ГЭС, ну, это вот, Владоскович, он тоже не будет затоплен, потому что, время великий, есть такая легенда, что там были разбойники, и они там ловили, грабили и грабовали приезжающих купцов, и все, что им грабили, там были. мне довелось там ночиц, плыли мы на Байдарце, и специально так размерковал маршрут, чтобы там на острове там переночевать, и трапило это ровно на купалу. Ну, кому она сегодня не бачила? Не бачила, ну, мы зашли туда, разбили палатку, там все, проходили, лежу в божечке, я уже идти столько не бачила папоротки, в папороте, там целая такая облицовка, не к ветке, не к ветке, там, ну, гектар, я не веду кольки, может и больше за гектар, так, огромная облицовка, вся заросла там папоротки, вот тут, ну, я разумею, там по лесу ходить, там шукать ту папоротку к ветку, фиг знонишь, да, а тут, ну, там этот гектар точно, может уже не одна, я такой, пошанцевал, а потом, и уже так, стало смеркаться, там уже, мы там костерчик распалили, бульбу взворили, там, повят шеяли, и тут я вспоминаю, ну, думаю, сейчас вот славлю, и будет мне счастье, заберу эту кветку, папоротку, а потом я прыгаю, что дальше, а дальше, что там начинаются страхи, там же вся нечистая сила будет на меня лезть, и вот, да, вот, мне шукать, ну, там, психичную уздельничать, и как я уезжаю в себе, куда ж я делаю сейчас островок, я так, ну, вы скорбите, да, утекать куда-нибудь, а тут, я вам, нафиг надо, нафиг надо, и я не хотел шукать кветку, вся папоротка кветка, все счастье, оно со мной заждет, ведается, где она находится, так? Далее, есть еще такой, категория, помники археологии, помники археологии, я бы не хотел включаться в свою лекцию, потому что, они, нажали, в нем, эмоционально шкозятся, люди, которые довязываются, что там, городище, там, скажем, поселище, курганы, и тут же так, о, а у меня же есть сябра, у которых металл шукалик, а пойдем-ка мы шукаем скарб. Это все, конечно, абсолютно неприемлемо, но некоторые объекты, я вам скажу, из самых нам не текавых, которые, было бы варто включить в ваши походы, экскурсии, вот там, что вы хотите сделать. Это, конечно, старое село, старое село, верим, прихожее место, там, городище, оно, ведомое, еще, с конца, два, семнадцатого стола года. Его раскопывал в Даленах, Годоковский. Это человек, который засновал белорусскую, украинскую, русскую, польскую, литовскую, фольклористику и топонимику. Человек, который, первый стал выкористовывать дазинные топонимики в своих пошуках. Вот он его копал. Городище вельный прихожий. Вот тут, как раз, вот, из этого места, там, двина, так вот, поворачивая, и видно далеко-далеко, на один бок, и на другий. Двина, она такая, крутится, и так далеко не бачено. А тут, вельный прихожий. Там, даже, тоже, такая вот, крутинка есть, папороти. Побачь, три курганных моильника, и побачь, селища. Мало, мало доследованные, ну, кроме того, что его попал, Дарин Гридаковский, попал еще, Петр Николаевич Падгурский. Там, не думаю, шмат, я думаю, что все напередце, по-хоже, что заносится. Но, такая панорама, вот, дорогие вон, из дымок. Альтаночка такая стоит. То есть, панорама, и городище, и селище. Ну, Курганы мои идут вдальше. Лужеснянское городище, я бы хотел означать, потому что оно вельми оригинальное. Колисти Керт Васильевич Тыхов, который копал его, он сказал так, что вот, «Хочете поглядеть, какие вы в Витебске?» Две тысячи годов назад, приезжайте в Лужеснян. И оно умацевано неизлучайно, двумя валами, а есть еще третий, вельми, вельми, великий, молотный, перед вами. Ну, складано сделать уявление, потому что тут заросло все, но вельми оригинальное, и оно не пошкоджено, было теми набегами, которые начинаются в 7-8, в 5-6 снаходе нашей эры, которые снищили Никодимовское городище, ну, такие культ, знаковые, которые вот по, для любого археолога, разумево, ужасно, вот по сберу. Поэтому, натурально замчища, замчища у сурожей, оно цикало, там, альтаночка даже такая, вы бачите, есть, то есть, там, люди отпочевались, не только, как археологи. Ну, и некоторые курганные моряники, есть такой цикарный курганный моряник, у уродчища Кахоука, это, когда Сокольников Мазловского сельского совета, это настрой Сокольникова, это Мазловский, и его называют Французские могилы. Ну, понятно, что связываются с 812 годом, натурально это никакое точение не понимает, она изначально старейшая. Верми Пашкоджина уже все, а вот, якости, вот, место, чтоб компактно можно приехать и поглядеть, что вот тут, там, 82 выспы было, зараз Пашкоджина, ну, ты мне меньше, чуть-чуть лепше, что можно. Верска, конечно, не больше, это Верска Дарахи, но тут реально тяжко выбраться. Особная категория, помните, в археологии, это каменные крыжи. То есть, это каменные крыжи у Сурожи, накладная там участка, так называется, Закаспилянская, Слобода. И он находится на кургане, не занесенный у неякий спис, и вот так вот, и он держится. И, шмот меньше. Все манеры, которые фотосдымки, это все неуключенные списки. Это вот, каменные крыжи у ВСЦ Судники. Есть каменные крыжи, это моя самая первая находка у моей билокружительной карьеры, Крыжнавцы. Это там какой-то 95-й год. Курган, когда было и без юморды, это Сушчова. Это и курган, и крыши, там, сверху, может, какой-то и такой ахвярный камень. То есть, хотя, надо сказать, надо раскопки разбить. Ну, это по помниках археологии, археологии. В Витебском районе можно, помниками археологии изъявляются не только сами объекты. Есть еще и то, что знойдено в материальном слое, и вот эта вот, вот, вядомая, вядомая подвеска, знойдена на Бароникском градеще. Я уже, с фотосином, в Бароникском градеще не родну. Бароники, зараз включены, сдаться на эту городскую рысу, али, там все ровно, это так, все в лесу. Время приговора, знаходка Георгия Васильевича Штыкова. Вот он сказал, что это просто какая-то чуйка. Вот он, ну, многие копали, а он говорит, давайте вот тут. Он рубит шурфик, 20 на 20 см, раскапывает там полметра, знаходит такую уникальную, например, знаходку. Аналоги есть в Турке у Эстонии, что дает представу, лечит, что вероятно, может даже и не Балская. Вот такие трапециевидные, подвески. У Чарльза находок, у Чарльза скопок Знойдзина вот такой вот зернетерка. Это Балский артефакт. У Славянов уже были зернетерки, они уже вы присловили жорные каменные, а вот такая вот зернетерка. И, например, ну, это уже вот то, что у материальным слоем Знойдзина, такая вот печь-каменка на Лжеснянском городеще. Ну и там, например, вот такие сярпы или такая коллекция знаходок над тем же Лжеснянским. Ну, понимаете, что Лжеснянским не мог отвести в ужасном. Причем тут оригинальный артефакт? Бронзовый пинцет римский. 10-14-го ст.г. Нашей эры лечится, что это римский. Что подтверждает ту думку, что все-таки т.г. 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 П. teenh donne кощу и обучили обучили санаторию. Но это было и им в shifts вывод. В staged как т.п Как и у Минска, я учился в Минском институте, и у нас как раз сбудовали новые будинки, ровно выходил на площадь, можно было идти на Ленина. Самое главное пытание было, когда я жалюся, ну, а позже там водочник, там все. Ладно, поставлю тебе тройку, когда я скажу, какая рука у Ленина поднятая? Кем кудрина? Правая, он такой, нет. А, ну, забыл, левая. Ну, мне ответят, как мне это? Поглядьте, поврачивайся, а ну так вот стоите. Ах, ты закатывай. То есть, помнят, вот их богатые, вот выросли, ну, каля 10 штук. Вот такие вот есть. Батли Ленину там, у Хайсаах там. Ну, Ленин есть Ленин, для людей, которые вот там больше стал говек, вот такой ностальгичный туризм, да? А есть вот такие вот модник шоферов. Это у каля санатория лесная каска, или там с одним профилакторой, мы поставим сильнее. Просто они належат областной автобазе, этой автобусной. Вот они такие вот сделали, ну а что? Маргинальные такие крылатые, крылатые рули. Да? Ну, еще один из той, который я знайшел, долго его шукал. Я его шукал по двух, пяти, то есть семь, например. Это помник Сталина. У ужасно стоял помник Сталин. Он стоял перед этой самой земропрической школой. А лея у пятьдесят часов, в шостом годе, как вы видите, у вынекур замечательный культа особый. Все помники были изнищены. Этот помник его взломали на этой частке и укинули в двину. Ну и он никакой эстетичной уже теперь якости не уявляет, потому что он почти его. Вода-то та человеку, ломаны там лопили. Олеги Сталевичу надо. Энергинальный. Помник Сталин. Дело едут, бачили помник Сталин. Ну, сгодны, что можно затекавить людей на такую экскурсию. Приезжайте вы ужасно. На карте вы можете. Причем одну участку один нехороший человек вытянул. Мне коллистиками я его... Верно тяжко было занести, потому что лужеснянка глубоковатая там вода. И невидимо, где она находится. И только в один год отрывалась эта вода такая, больше меньше стала, мелкая. Я уже там ходил, ходил с детьми. У святанки вам не довелось это. Нет? Мы таки были ужасные. Ужасные. Для дольных интернетов в Севетевской области. Там каких-то олимпиадников. Мы тогда собрались. Вот на этом дымке... Мне задается там тоже есть. Я? Ну, там я собрал, когда детей пошли, пошукали. Пошли. И вы тогда его знаешь. Вот. Потом я в газету там отрывалась. Потом мне уже зателефонуются. Это НТВ. А для НТВ это было сейчас как СНН. Я сейчас говорю с ДБС. О, есть. Вел, 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 вел. Мы хотим... Значит, мы уже добрались с сельским советом. Трактор уже будет. Покажите нам и будем его вытаскивать. Я говорю, простите. А где он лежит, то он у нас. Я вам просто не говорю эстетичный. Что за часть Сталин деньга? Вот это вот голова. Вот это вот полечень. Вот это вот рукав, якою он там тримал. Трубку или он так вот так раздается. Нет, трубка, а тут вот он так вот. Шунел там таки был. Он на две части разбитый. Нет, что мы за сирозия такого? Час уже выходит, да? Ну, доброе. Значит, есть у нас и помники истории. Это помник на месте боя 1112 года. То есть с Вороной. На жаль помник уже тоже не аутентичный. Там трактор сдавал на помощь ферма. Они сдавали, там гной везли и взломали его. Одна вели. То есть крыш поставили, но там уже трошку пинтковка летает. У тех же Воронах, когда в озеро Болонского в 1934-1937 годах расстреливали людей. И это место декладного дома. И там устреливали крыши. Их часто срезают, ссыкают. Но вот недавним часом мы сделали металличные. Такие мощные, мощные. И влады уже больше ничего не могут сделать. Это наша страшная сторонка, которую варто было бы не вызирать и не хавать. А наоборот показать, чтобы вы видели, что больше такого не повторялось. И буквально совсем недавно, вот эта вот старая крыша, и такие вот, бачите, был веночек, сделанный из колючих адротов. И внизу такая была написана шиточка, а халяр вам сталинских оператив. Это уже сучасная. А я не знаю. Ах ты халяр. Ну я не знаю. Буквально вот этой осенью нашли еще одно такое место. У Народных новинок Витебска есть репортаж, проходитесь. Там в Калиевске Хайсы. Я тут и сходил, поглядел на это место. Там, конечно, такое спрэчное, непонятно что, кто там расстрел. Але то, что это были расстрелы, однозначно, там черепы, и там у затылок потылись, вот эти аккуратные дырки, то есть стреляли в затылок, и речи это лежать. Ну, в быциноби завела, районное дело у других справу справу, но понятно, чем это случилось. Они скажут, а мы не можем это доказать, что это расстрелы. Свидетели же не сохраняют в том же. А те речи, которые там знайдены, вернее тяжко по их вызначить час. Даже когда вызначить час, тут легко сказать, что агнеты были, это немцы расстрелы. Патриотов. Ну и там все правда тяжко сказать. Там, где замолчали, мне сказали, что там всего лишь только две ямы, и я знал, что там девять ям. Розных померов, конечно, тяжко сказать, кто за... Это уже безразумело, когда там расстреливали, там же не повинны быть ямы, что их кто-то выкопал. Может быть это как и у кропатых, когда стало зразумело, что придется отказывать, когда их просто сгубировали и вывезли этих людей. Ну то есть решить их. И только когда стали копать, позднее, когда они проводили, то есть яма пустая-пустая, али видно, что солдаты вывозили, потому что они нехайно доставилися, и по краях ям остались эти тела. Или вот, ну, тела этих небожчиков. Видно, что подпрыгнулся. Ладно, мы эту тему изменим. Ну вот это вот шум, якаясь находится у вёсцы Верховья, на месте, где и выработана группа живанной батькой Викторовичей. Помники войны. Помников войны у нас сотни, надо тысячи, но я не хочу звертать увагу на усе, али у нас есть знаковые, такие, которые, ну, Абонаскова треба памятить про их, например, памятник Витебские ворота, так званые. К вынику наступления Московского и, так званого, неудалого рейда на Витебск, утворилась такая уникальная сиява в истории Восстанской войны, когда линии фронта на протягу 40 километров просто не было. Там была, вернее, тяжкая такая местцовость, там, лес, болото, и просто не было вот это передний фронт. Там выкорестовывали советские партизаны для совести стелла. И вот это место было у Сталивана такая вот, ну, две стеллы на 12 метров, дура 9, которая символизует совесть партизанов и солдат. У советских часы, как будто таки знак Беларуси, вот было хаты, ведали все хаты, и ведали Витебский ровно. А, прорыв, Витебский прорыв, вот таким вот чином. Другие помнят, в Вене Сумны мало кто ведая, у Сурожис находится помник детям Минаи Перепыча Шмрова. Ведайте эту историю, да, что Йон был командир партизанской бригады, а немцы взяли в заложники четырех его детей и поставили мультиматум, что Йон прийди сдастся. Вот и они вызвали детей. Йон, может быть, и сдался, но какой батька не ходит за своих детей? Но Йон был командиром бригады, Йон был партийным, ему просто заборонили, и Йон не пошел, детей этих забили, но Йон на тот час сломался. Есть известки о том, что Йон больше его просто не был. Ну, явится из четырех детей, своих детей Йон стратил. У память об их, и в Толиванной во дворы Сурожской школы, уже ты помнишь, тут бюсты у этих детей и калекожного звона. Ну, как символы. В Киросуне Мухасанке так само звон, как символы вечности, памяти о людях. Есть такие знаковые похования у вёстцы Заронова, у вёстцы Орлова или, как сказать, Акцеровского, у которых несколько десятков, ну, тысячи человек похованы. В Зароновской там тысячи человек похованы. Есть верный оригинальный помник у вёстцы Шопечина. У вёстцы Шопечина вот такие вот, которые называются «Помни Калучосы». Я на память не памятую, я вам прочитаю в этой верши, значит, при вызволении Витебщины, может быть, взведаете? Введаете Витебсу? Значит, был такой старший лейтенант, я не говорю прозвища, если вы не забудете, я написал верши, и он вельми шматры, пытались штурмовать, в девять месяц не могли взять Витебску. Он написал верши про речи Калучосы, которую они сейчас штурмовали, и не могли её форсировать. На русской мове «Тебя давно на карте я искал, полоска голубая среди веса, простая белорусская река с красивым строгим именем Витебсу. Мы на рассвете стали пред Тобой, она нас ждала, как может ждать невеста, и мы ввели здесь долгие смертные боли, чтоб ты была свободной, улучшился. И в память тех, кто врос на его сумму, упал свой долг, отдавший честным, я будущую дочку назову твоим прекрасным именем Витебсу. Он побил, дочку я не назвал, а легонная сестра в память о своем братье назвала свою дочку Витебсу. И есть такая девушка, она живет на Камчатке, ну уже старая бабуля, именем Витебсу. И уходит гонор после этого такого вот маленького эпизода Великой войны, вот у Шапельчина запрели такой помник. Ну, верьмо, оригинальный, неважно, как вы ставите до войны. У вёсца Герасимова, а он называют Герасимова, но на береже вёсого Восвина стоит вот такой помник. И он стоит, в принципе, на пустом месте. Потому что, по великой махунку, там солдат на баховаре. Там стоять вот, значит, на могиле 76 розовища, хотя на самом деле, это помнит, фактично 10 тысяч человек, какие загинули в ночь на Новый год. 31-я снежня 43-го года на 1-й студене 44-го. Когда какой-то генералу пришла была к нему гениальная идея наступать по льду в озеро. Что немцы такие дураки, напьются на Новый год, а мы так кутенько, нас копаем, перебежим ещё в озеро, и захопаем плацданом и вызвали в Видимск. Ну, немцы не дураки, они вовле Новый год не святкуются. Они святкуются коляды, Рождество. А Новый год для них, это, звичайно, такое, родовое святое. И вот колеи на Таджикалисе, пока вся дивизия вышла на лёд, она открыла ураганный огонь, и, те, кто живые оставались, и шли под лёд под треснутым тремлетом. Вот такие вот, омничек стоит, и люди, на какие нам не похованы, потому что все они пошли или под лёд, или оставались им на льду, никто их не мог вытянуть оттуда, потому что это простреливалось, и только к концу Сыковяка, 44-го года, когда трошечку отсунули фронт, похоронные команды стали их выбивать, выдалбливать и хавать по березе озера. Десять, ну, каля десяти тысяч человек за ним было. Вот такие вот команды. Илубский Роу, в собственности, связан с историей Витебска, потому что там похованы больше с евреем, у Витебска, которое было изнищено с Епта. Видите, да, это заканчивается конечная там пятёрки, тройки, троллейбуса, или Костинатулова. Там была такая вёска Илова, там был огромный ров, яркий, вот там расстреливали и закопали евреев в городе Витебска. Просто помненьки, ну, я уже просто их перелечу, которые тут есть, так это помненьки героям Советского Союза, Ерциковой и Краеву, помненьки героя Советского Союза, Михаилу Севницкому, или помненьки вот просто на месте загубы массовые расстрелы города Витебска. Есть помненьки, я не знаю, как там уставиться и как вам, вы интерпретуйте сам, я просто вам скажу, что я вот такие есть. Есть такая вёска Коптинь, и там есть мемориал, який случайный, просто похованные солдаты, який бы заваляли, но там есть на столе такие краизнаутцы, Демидович Церешченко, и он сам ветеран, не ведаю, где он воевал, потому что, в сути, по часу, как бы незачем отрывается, что он воевал, ну, воевал, есть его у Знагороды, и он поставил себе знамету, как вот все свои пенсии он отдает на помненьки. Он сделает, как написано, воинский мемориал имени Ленинского комсомола. На свои гроши он узвел 12 помненьков, причем все от этих помненьков есть помненьк норманды и немы. Быцем бы тут, ну, докладно, и не тут аэродром на якемся правды, даже не сам аэродром, а запасный аэродром, там смогли приземляться знищальники аэродрома французского полка Норманды, вот, технически пролетали. Пролетали, пролетали, все, помненьк с нами. Далее, помненьк татар, татары, которые тут перешли, они не тут перешли, на бок, татарский такой батальон был, «Идель-Урал», они перешли на бок партизанов 28-го, где-то, 1943-го года. Перешли, перешли, видим, все у нас. помненьк Сталин, Василию Сталину, и он командует дивизией этой самой лётной, которая, которая стояла где-то там, на каком-то боку, фронта, мог тут быть, мог тут быть, все, помненьк Сталину, Василию. Быть сам бы, ну, это реальный факт, что с опородой Коля-Лёзом, в Лёзинском районе, был взятый у полон старейший сын Сталина, я под Джугашвили, а вот, я говорю, что тут взятый под коптями, и никто его не переполнит, и все, и он за свои гроши, то есть, не хотите, не надо, он опять же убирает, там, три ящика мехоцемента, его там ставится, ты помнишь, окрошки, шилточку, и все, таких помненьков, ну, 12, как к этому ставиться, с одного боку, это верно кепско, потому что это не навыков, абсолютно, но с другого боку, он же мог это пробить, а он был свою помненьк, ну, самый великий помненьк, это ему, конечно, то есть, этот танк, Т-62, и он не воевал, и великую войну, и он даже, ну, 62 там, но, и он выкрасил, выкрасил, с Абийской Союзи, к ним, в Витебский район, приезжал, этот, наместник министра обороны, и он скрытавшийся, что он был в банкет, а он был проигрышен, как ветеран там все, скрытавшийся, что они там только поужинали, попили, подошел товарищ, там генерал, лейтенант, подарите нам там, в воздухе, говорит, не особисто, я там услышал, что нам бы хорошо было, люди, а там как раз эта база заховывания была, они расформировались, просто отправляли в переплавку, потому что их уже продать не можно было, он такой, сказал своему офицеру, запишите прозвище, чтоб там, не поверите, раз там, в кольки тыдню, приезжали на тягачи, тягачи, которые танки, без мотора, им пришлось насыпать особую дорогу, чтобы его утягнуть туда тягачами, за то у них танки есть, и не важно, что, и все, то есть, это такой вот приклад, историко-культурного менеджера, это такой, ну, я же не знаю, как это, плюсом с минусом, ну, он вот хочет, и он сдрабил, да, ставится, не было там, не Сталина там, ну, и как ему ставится, и все, там, есть и добрые приклады, там, и он поставил, помню, такой, доктор Мамоновый, ее забили, и ее маленьких деток, там летчик, сбили советский самолет, и летчик, пошкодил ногу, у него, он остался живы, и вот, его попросили там, как она была доктором, переписать, и кто-то донес, летчик этот остался живы, и он утек, а ее расстреляли на носу, а кто про ее веды и памяты, а вот там памяты стоит, и никто не помнит, я не помню. Особный объект, это вот просто то, что слосят двойные, даки, доты по-русски, долговременные огневые точки, вот на городище, в Барониках стоит, вот тут и можно увлечься, там не загажено, аккуратно, там стоит оба чего-то такие доты, это уже такие, он называется, тыд-таки, Тобрук, вот он железобетонный, а сверху вот такой вот бронированный колпак, на рейках таких, можно было с кулеметом, там крутиться, в любую колпаку, ну совершенно градусом, восемь, во дворы двадцать какой-то школ, двадцать восемь что ли, вот стоит, подняли на лучосе, вверх башню.